Так, ребята, всем привет! Прямое включение, попробуем записать видео. Тут вот Марк у нас сидит, играет уже в телефоне. Вот, сейчас покажу вам наш номер. Немножко расскажу, как прошел наш перелет в Аргентину. Вот, ну так в целом все нормально. Тяжело, конечно, ну то есть в плане, что далеко лететь, но вот длинный перелет, он даже как-то, по-моему, даже комфортнее был, мне кажется, чем первый, который до Стамбула, потому что в Стамбуле мы что-то какие-то были очень уставшие, хотели спать и вообще, а там спать негде было в аэропорту особо, то есть там, ну, особо не полежишь. И даже в веб-зале, то есть там лежаков каких-то вот прям не было, то есть на диванчиках спать не давали. Мы пытались, но нам не давали. Всех гоняли с диванчиков. Вот, но мы там, конечно, неплохо отдохнули вот в веб-зале, в аэропорту в Новом Стамбуле, вот, и, ну, немножко перекусили там, вот, хотя, конечно, если, как сказать, если за деньги туда идти, то это дорого, там, по-моему, 100 долларов с человека, вот, но при этом еды такой сытной нету, то есть там огурчики, помидорчики какие-то там, оливочки, ну, что-то такое. Мы по Тинькофф премиум там были. Это вышло бесплатно. Зато там бесплатная Кока-Кола. Да, бесплатная Кока-Кола, всякие попси-колы, в общем, все это литрами можно пить сколько хочешь, банки все стоят. Вот это да. Вот. Ну, и такие более, может быть, комфортные, там, туалет, там, душ какой-то, но душ мы не ходили, в туалет ходили. Вот. И всякие там комнаты переговорочные и тому подобное. Так, все быстренько, наверное, покажу наш отель. Отель у нас, ну, в общем-то, довольно дешевый, но он находится прямо вот в центре города. Мы еще гулять сегодня не ходили. Сейчас пойдем. Вот сейчас я немножко все запишу. Немножко мы придем в себя. Мы уже позавтракали. Здесь бесплатно и включены небольшие такие завтраки, ну, типа чай, кофе, там, печеньки, джем, там, какой-то в таких маленьких штучках. Вот. Нас сейчас переселили. Покажу, у нас новая картинка. Вот тут лето. На той картинке все как будто зима была в предыдущем номере. Короче, в том номере, который нас заселили вчера, он на втором или на третьем этаже, короче, там воды горячей не было. И что-то с дверью я не разобралась, как ее закрывать здесь. Как-то все полегче. Тоже есть телевизор, вот, шкафчик. Сейчас мы что-нибудь покажем. Сейчас. Так, ну, вот это моя кровать тут. Так, тут вот вход. Твоя. Так, Маркусина караватка. То есть мы как немножко в разных тут. Так, сейчас я. Зеркало есть, телевизор, столик. Вот на столике я, ну, какие-то Маркусины вещи положила, игрушки там, рисовать что-то. Вот. Тут у нас, тут у нас туалет, ванна. Такая дверка такая. Сейчас я попробую показать. Она вот так вот закрывается. Да, интересная дверка. Интересная дверка. Открывается, закрывается, чтобы... Ну, сейчас попробую тут зайти, показать. Ну, ничего такого особенного, конечно, такой номерок. Понятно, дешевый, господи. Ну, тут и беде, пожалуйста. Все есть, душ есть. Как бы здесь, слава богу, вода горячая более-менее. Ну, приличная какая-то. Потому что в том номере вообще не было. Короче, что я хочу сказать. Люди, учите языки. Вот прям реально английский, испанский. Если вы куда-то едете, просто, блин, без языков. Вот это вообще, это я не знаю, как выжить. Потому что тогда ты ничего не можешь, ну, объяснить. Ничего не можешь попросить. Да, как бы, слава богу, я очень неплохо говорю по-английски. Я тоже. Да. В аэропорту, в самолете все стюардессы, там, ну, турецкие авиалинии, там, все говорили по-английски. Вот. И даже, например, весь самолет, там, испаноязычных людей летел, они со стюардессами, им тоже приходилось говорить только по-английски, да. То есть испанские, они не понимали турецкие вот эти, господи, стюардессы. Вот. Вип-зале в Турции тоже все на английском, да. То есть, ну, это вообще легко, как бы, ну, у меня было. Вообще без проблем. Здесь чуть-чуть посложнее, потому что испанский, я знаю, ну, получается чуть-чуть похуже. Ну, то есть вот у меня словарный запас не такой огромный. И какие-то вещи, глаголы там особенно, вот что-то мне сказать, бывает сложновато вспомнить какое-то слово. Вот. Но тем не менее, то есть, в общем, мы заселились, и вот у нас хозяин гостиницы, такой пожилой дядечка, вот, он очень, ну, в принципе, хороший, все, он все тут убирает, все делает, завтраки всем готовит. Папку нам нашел. Да, мы папку с утра, в общем, потеряли, и у нас тут стресс был. И все-таки, слава богу, оставили, оказывается, на ресепшене, когда заселялись, вот он нашел. И хорошо, что я могла по-испански ему объяснить, что мне нужно, что я потеряла, и как это выглядит, какого цвета там и так далее, да. То есть, и слава богу, вот он поискал, я потом еще раз подошла, потому что я вот, я понимала, что точно где-то на ресепшене, вот. И он, я подхожу, и он как бы выдал эту папку, говорит, это ваше, я говорю, да, это наше, слава богу. Но там были не самые главные документы, но, тем не менее, очень такие важные, там, для школы марку, там, сертификаты о прививках и так далее, да, то есть, какие-то такие вещи, ну, которые нам нужны будут. Вот, в общем, короче, я не знаю, как люди такие вот сумасшедшие едут, например, в Аргентину, которые вообще испанского не знают, потому что здесь я не понимаю, как это можно выжить, там, с вещами, с ребенком, не знаю, с собакой, с кошкой, если ты не знаешь испанского, блин, ну, это, это просто, и так-то стресс, а как бы вот, не знаешь испанского, это вообще стресс, это просто, ты вообще ничего тогда объяснить не сможешь, что тебе нужно, что ты потерял, там, или, ну, в общем, какие-то у тебя проблемы в номере. Вот у нас, например, были в том номере проблемы, да, с водой горячей. Вот, я знаю, как по-испански будет горячее, холодное, как будет, что там не работает, там, и так далее, как сказать это, вот, и я подошла тоже к нему вот на ресепшн, я сказала, что у нас проблемы с водой, возможно, он знал, что они есть, но, может быть, для кого-то это не проблема, для нас это была проблема, мы хотели помыться и, в общем, не смогли вчера особо, ну, то есть, мы слегка так обмылись, потому что очень холодно, и в самом, как бы, ну, в комнате там вечером уже, как бы, прохладно было, вот, особенно в ванной, а уж мыться, это все, это холодрыга вообще дикая какая-то, вот, и я ему сказала, нет горячей воды, и он сразу же предложил другой номер, вот, прям сразу же, вот, пойдемте, говорит, посмотрим, ну, в итоге я просто чемоданы таскала тяжеленные, вчера наверх таскала, а сегодня я их с лестницы таскала, вот, ну, ничего, зато мы переселились, тут, мне кажется, даже потеплее, возможно, будет ночью, комната, мне кажется, потеплее, она на первом этаже, а на втором этаже там такой балкон, как бы, и во двор выходит, как бы, на улицу получается, то есть, номера, и, как бы, ты за них выходишь, и у тебя улица, по сути говоря, то есть, такой внутренний дворик, и, ну, может, еще от этого холодно было, не знаю, вот, в общем, сегодня посмотрим, вещи чуть-чуть подразложили хоть немножечко, что-то из чемоданов даже достали, какую-то одежду, надо будет одежду доставать теплую, потому что с утра, вот, дубак, честно говоря, хочется одеть толстовочку какую-нибудь там, ну, что-нибудь такое, ну, какую-нибудь мягкую кофточку там, что-нибудь такое одеть, потому что, ну, не жарко, не жарко, именно вот с утра, вот такой, на улице, прохладно, да, вчера по ехали, вообще тепло было, вот, ладно, короче, всем пока, пока что мы пойдем... На связи? Да, вот Маркусия помашет ручкой, все, в общем, мы на связи, да, у нас бесплатный Wi-Fi, нам сразу же вчера хозяин отеля, он сам предложил, сам подключил нам, сказал, все, там, код, все, мы подключились, и я, и Марк, и мы можем звонить домой, ну, то есть, по WhatsApp, быть с нами на связи, кто хочет, пожалуйста, пишите на WhatsApp, в ближайшие его дни мы там, значит, и потом будем смотреть квартиру, и в квартире, ну, я надеюсь, что там тоже, да, будет интернет, и все, мы нормально подключим, мы уже покажем вам потом квартиру, которую снимем. Да, квартиру, все, классно, красиво, да? Ну, мы приглядели одну квартиру, я не знаю, все ли в ней совпадет, все ли нам понравится, мы потом поедем смотреть, вот, сейчас мы в центре, квартира, я так понимаю, не совсем в центре, как бы, ну, тоже, насколько это подойдет, насколько рядом будет метро, посмотрим. Вот сейчас пока тут вообще все вот близко, и даже район Онса, который, где там все продается, но он считается чуть-чуть, как бы, ну, типа, похуже, что там могут воровать, там все такое, но, как бы, как сказать, короче, девушка, которая нас везла, вчера сказала, что она по Онсе гуляла с телефоном в руке, и вообще все нормально, например, ну, то есть, и Он тут вообще вот недалеко, 10 минут пешком, так что попробуем, значит, добраться, я не знаю, ну, сегодня или не сегодня, ну, в общем, выйдем, погуляем, какие-нибудь рюкзаки, сумки, что-нибудь такое купим, потому что что-то у нас это, порвались, все порвалось. Как такое, кто запихнул дофига всего с собой? Как такое, кто запихнул дофига всего с собой, потому что я хотела взять как можно больше нужных, полезных вещей, в принципе, я это и сделала, но наши чемоданы, как бы, не очень этому обрадовались все, и чемодан один, короче, крякнулся, там у нас колеса, два колеса отвалились, ручка одна отвалилась, но только на одном чемодане, слава богу, остальные вроде живые, вот, молнии везде целы, вот, на чемоданах, а на рюкзаках просто у нас, ну, вот у Марка на рюкзаке точно лямки, как бы, стали отрываться, потому что тоже ему тяжелый вес был очень, и вот эти все переходы между самолетами нам дались очень тяжело, но именно из-за того, что у нас было нагружено, было нам тяжело тащить все это, то есть в остальном полет вообще был прекрасный, то есть когда садишься в самолет, все отлично, ты сидишь, ты ничего не делаешь, все классно, летишь себе, как бы... Телевизор смотришь. Телевизор смотришь вообще, ну, вот первый самолетик поменьше был, те, которые поменьше, в них страшнее летать, конечно, вот он на взлете так трясся, я, честно говоря, подумала, ну, все, капец, короче, все, все, вот, а потом он как-то выровнялся, ну, и тоже вроде ничего, а второй там был аэробус, как бы, ну, в них вообще комфортно, спокойно, ты себя чувствуешь, даже Марк в какой-то момент сказал, говорит, мы стоим, походу, мы что, остановились? Я говорю, нет, мы летим. Он говорит, нет, мне кажется, что мы стоим, то есть он настолько плавно летел даже там какие-то моменты, что даже не чувствовалось вообще, то есть было ощущение, что ты стоишь просто. Вот, то есть вот я говорю, сами перелеты, они как бы вообще, ну, нормально все, и ноги не затекали на самом деле особо сильно, то есть, ну, нормально, можно было, можно было встать, в туалет сходить, как бы, ну, вообще нормально, то есть вот все проблемы были в очередях, вот в этих контролях, значит, когда надо все снимать, себя все, вот эти вещи все без себя пускать, потом ты их там собираешь, в какой-то, значит, в Турции меня заставили вытащить все просто, всю электронику, а она была распихана просто по разным вещам, по разным вот чемоданам, там, вещам, сумкам, то есть вот два ноутбука надо было вытащить, телефоны все вытащить, все вот эти провода все нафиг вытащить, вот, хочется иногда спросить, зачем, вот, и потом это все очень сложно собирать, потому что все торопятся, за тобой люди, перед тобой люди, Марк нервничает, тоже ловит эти вещи там на выходе, короче, в общем, ужас, как мы вообще долетели, я не знаю, но в плане вот именно вот этих вещей, вот, кстати, на въезде в Аргентину очень такой спокойный был контроль, очень приятный молодой человек, я с ним по-английски, по-моему, и по-испански говорила, в общем, он, ну, там они все улыбаются, честно говоря, не то, что у нас, у нас очень какие-то, там, злые люди прям работают, кричат на всех почему-то, не знаю почему, вот. Говорят, что это не сумка. Да, 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 короче, какие-то были очень странные ситуации, вот именно, ну, когда мы от нас уходили, вот, как бы в Аргентине, говорю, там просто, ну, все улыбаются, сидят, там все хорошо, вообще ни с чем не придираются, я им все показала, все документы, что там обратные билеты у нас куплены, что бронь отеля есть, он там записал адрес, там парень сидел молодой, пошел на печать и поставил, говорю, ну, все, вообще никаких проблем, вот просто. Единственное, на выезде, совсем на выезде, то есть вот мы чемоданы погрузили, нашли наши чемоданы, погрузили их на тележечки, так, я думаю, как прекрасно, сейчас мы поедем, и вдруг там, значит, последний контроль, надо все чемоданы опять снимать, опять их пропускать под этой, значит, ну, просветкой и опять, значит, их грузить. И вот это было сложно, потому что они тяжелые, один вот уже сломанный без ручки, как бы, и это было трудно. Вот, все остальное, я говорю, вообще, ну, то есть вот, короче, если вы летите с небольшим количеством вещей, вот, то прекрасно. В общем, можно прекрасно абсолютно везде долететь, ничего страшного, ничего сложного. Большой аэропорт в Стамбуле, я посмотрела видео заранее, очень много видео, и я там себя чувствовала просто как дома, я уже знала, где что находится, куда идти, где чего. В VIP-зале тоже очень спокойно все я показала. Хорошо, что я сделала скрин брони на VIP-зал, потому что приложение у меня там, естественно, не работало, потому что был отключен Wi-Fi, Wi-Fi выдается только на час. Я его не могла сама подключить, и, ну, это сложно, прям, там, действительно, там, целая схема, что там натыкать надо в телефоне. И, короче, мне работник VIP-зала, это уже я его по-английски попросила, он и сделал. Вот, в общем, короче, ну, все, говорю, все гладко, все хорошо. Главное знать языки и заранее как-то все просматривать, готовиться. Вот, то есть вот не зря я посмотрела, как аэропорт выглядит в Турции, где там куда идти, где что находится, сколько там туалетов, я не знаю, в общем, все, как бы, все посмотрела. И это прям было очень комфортно. То есть мы сразу знали, куда мы пойдем, все как-то, ну, в общем, спокойненько. Вот, еще мы по дороге познакомились с русской женщиной, который сын там сейчас живет в Аргентине, вот, и она к нему поехала, не знаю, в гости, не в гости, или там, ну, у нас собака ехала, может быть, насовсем. Вот, и мы с ней какие-то в Турции проходили там, вот, как сказать, в общем, по переходам по этим, по контролям по этим. Ну, это было хорошо, приятно, что не один. Я думаю, что мы бы одни тоже справились, конечно, но было веселее, что мы с кем-то вместе. Да не с трудом, нормально, просто с кем-то вместе всегда спокойнее идти куда-то. Ей тоже было с нами спокойно, потому что она вообще не говорила ни по-английски, ни по-испански. И я ей помогала переводить там что-то про собаку. Мы спрашивали, все ли в порядке с собакой, пересадили ли собаку на самолет. Ну, в общем... Он целый концерт устроил. Да, песик потом лаял очень сильно, конечно. Так, ладно, тихо-тихо. Все, короче, всем пока. Всем пока.